Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Ёлки 2 2011 года. Незадолго до нового года Боря теряет память, и единственной зацепкой, которая может помочь, является надпись ZG, которую он обнаруживает на руке. В это же время капитан полиции пытается решить проблемы личного характера и разлучить родную дочь и её молодого человека. Два экстремала и их любимая бабушка из подъезда снова готовятся к членовредительским подвигам, а Вера Брежнева опять сводит с ума сильную половину человечества, а конкретно рядового Бондарева, бывшего таксиста. Начну рейс. Конец личных городов Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Выдать багажа. На протяжении всей жизни Монтан Амур сталкивалась с давлением со стороны своей матери по части необходимости замужества. Когда младшая сестра объявляет о помолвке, героиня оказывается в незавидном положении. Операция «Шаровая молния». В 1976 году самолет, следовавший из Толивива в Париж, был захвачен террористами и совершил вынужденную посадку в аэропорту НТБ в Уганде с целью обмена заложников на осужденных преступников. Дипломатического решения вопроса за 7 дней найти не удалось. Тогда был разработан весьма изобретательный и крайне смелый план спасения. Чудо на Гудзоне Произошедшее 15 января 2009 года назовут чудом на Гудзоне. В этот день капитан рейса 1549 Чесли Сауэндер совершил аварийную посадку самолета А320 на холодные воды реки Гудзон в Нью-Йорке. При этом никто из находившихся на борту, 150 человек, не пострадал. Убий своих друзей 2015 года Знакомьтесь, Стивен Стелфакс, менеджер по поиску талантов. В звукозаписывающей студии, наполненной жадностью и тщеславием, Стелфакс весело колесит по всему земному шару в поисках молодых талантов. Но как только хиты заканчиваются и индустрия начинает меняться, Стелфаксу ничего больше не остаётся, как сыграть по правилам жестокого бизнеса, чтобы добраться к вершинам и спасти свою карьеру. Весна. Фильм о молодом парне, который покидает Южную Калифорнию и отправляется в Италию, где закручивает бурный роман с женщиной, у которой есть тёмные тайны. Воздушный маршал Межконтинентальный авиарейс Билл Маркс, воздушный маршал, который обеспечивает безопасность пассажиров, получает сообщение с угрозами от маньяка-террориста. Преступник просчитал все ходы и подставил под обвинение самого спецагента. Теперь, Макс, цель спецслужб США, ему остаётся одно – вычислите обезвредить преступника, спасти пассажиров и свою любовь, которую он обретает на краю гибели. До взрыва остаются считанные минуты. Призрак Ещё вчера Юрий Кордеев, амбициозный авиаконструктор и любимец женщин, был в шаге своего триумфа. Его самолёт Юг-1 должен был стать настоящим прорывом в отечественной авиации, но сегодня его никто не видит и не слышит, и конкурент по бизнесу беспрепятственно закрывает его компанию. Пишите в комментариях, такие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!